Александра Бруштейн Александра Бруштейн Александра Бруштейн Одна одновременно и похожа на меня, и не совсем. Придвинешься к ней лицом. У самоварной девочки лицо расплывается, становится круглым, как решето. Щеки распухают. Очень смешно. Я так не умею. А прикинешь голову назад. У самоварной девочки лицо вытягивается вверх, становится худенькое-худенькое. И вдруг из ее головы начинает расти другая голова. Точь-в-точь такая же. Только прикинтой волосами вниз, а подбородками вверх. Это еще смешнее. Ты что? Говорю самоварной девочке очень грозно. Но тут в комнату входит мама. И, конечно, помнит всю игру. Опять ты гримасничаешь перед самоваром, как мальтышка. Мне скучно. Обижно бубню я под нос. Пойди поиграть с фрюлями цицерхи. На это я не отвечаю. Я жду, пока мама выйдет из комнаты. Тогда я не громко, но с громадной убежденностью говорю. Фрюлями цицерхи-хин-дура. И еще раз, еще громче. Мама-то ведь успела отойти далеко. Я повторяю с удовольствием. Цицерхи-хин-дура. Ужасая. Конечно, говорить о взрослых у неба не следовало бы так. Но фрюлями цицерхи-хин, немка, живущая у нас и обучающая меня немецкому языку. В самом деле, очень глупая. Вот уже полгода, как она приехала к нам из Кёнисберга. За это время я научилась бойко стыкать по-немецки и даже читать. А она не знает простых русских слов. Хлеб, вода, к черту. В своей вязаной пелерине Цицерхи очень похожа на соседского будилька, Которого отгулять в пальтишке с карманчиком и с пумпончиками. Цицерхи-хин только не лает, как он. У Цицерхи-хин безмятежные головы и глаза, Как у куклы, и кудрявая белокурая головка. Кудри делаются с вечера. Смоченные волосы накручиваются на полоски газетной бумаги. Дело не хитрое. Так раскудрявить можно кого угодно. Хоть бабушку мою, хоть дворника Матвея, Даже в бахраму диванной подушки. Разговаривает с Цицерхи-хинскушно. А она ничего интересного не знает. А о чем ее не спроси? Она только беспомощно развеет розовыми пухлыми ручками. Ах, Боже в небе! Откуда я должна знать такое? А я вот именно обожаю задавать вопросы. Папа мой говорит, что вопросы в моей голове созревают, как крыжовник на пустье. Обязательно ли все люди умирают? Или не обязательно? Почему с него нет мух? Зачем людям прививают острый? К сожалению, папа для меня почти нет времени. Он врач. Вот и сегодня, в воскресенье, рано утром, Папа приехал домой, такой измученный, Что мама нарезает ему завтрак на кусочки. У папы от усталости слушаются руки. Папа спит часа полтора. Рядом с диваном на стуле лежат папины очки. Терпеливо. Как всегда, я подкариваю его пробуждение. Ты тут, пуговица, стой, стой, очки раздаешь. Назрели вопросы, но сыпься при крыжовник. И это самый чудесный год.